здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале если вы давно на моем канале а если нет то я вам сейчас расскажу я человек который очень-очень экономит свое время любит свое время это было связано с тем что дети были маленькие я просто не успевала за собой следить я научилась делать практически все дома научившись делать практически все дома я пришла к выводу о том что какие-то процедуры например нанесение кремом это в общем-то для меня совершенно ненужная стадия я не без этого выгляжу неплохо не хуже пока не мере чем те кто пользуются кремом на протяжении на последних 9 9 лет как потому что я на последние 9 лет на протяжении последних 9 лет как раз таки не использую крем сегодня я скажу вам также о маникюре я всегда уделяла большое внимание рукам мне казалось что руки это прям таки визитная карточка женщины так оно и есть на самом деле когда на кончиках пальцев поблескивает лак желательно темно-красный либо нюдовый как сейчас чаще всего я использую потому что я использую его для съемок сумки показывают а конечно нужен нюдовый лак это совершенно точно но я люблю красный я осталась любителем красных губ и красного лака мне кажется это то дополнение которое сделает даже самый простой образ molto molto fashion как я люблю говорить и я была вынуждена отказаться от маникюра гель маникюра потом появились так называемые лаки semi permanente возможно в россии они называются шелак потому что у меня не было времени бегать но самое главное мне не было времени потом когда коррекция подходит уже начинают ногти стрескиваться ты все никак не можешь тебя то ребенок спит то не спит никак не можешь это время выделить и добежать до маникюрщицы соответственно я была вынуждена делать делать маникюр сама и я женщина которая вообще не признает не покрыты ничем ногти вот я люблю что по ничем то были покрыты хотя бы прозрачным блестящим лаком то есть дающим блеск я действительно за то чтобы руки классно выглядели зачем я вам это видео записываю за тем что возможно она очень сильно вам жизнь облегчит так же как и мне у меня два лака купленных за 5 евро на какой-то супер распродажи это лаки гель лаки ван степ то есть они не требуют нанесения базы и они не требуют покрытия потому что они не липкие у меня лампа за 15 евро купленная на амазоне какой фирмы да я вам не скажу какой фирмы совершенно неважно берите простую которая по отзывам достаточно хорошая и будет вам счастье я кстати пробовала засвечивать самые обычные лайт лампы с которой югор читает и делает домашнее задание как минималист не решила сэкономить 15 евро или сколько 20 а нам стоило нет я решила на самом деле не захламлять пространство подумалось мне есть уже несколько лет ламп дома я попробую там ногти засветить ничего подобного нужна вот такая у нее определенная мощность и так у меня 5 и 5 10 евро здесь 15 евро куплены на амазоне и пилочка наверное 5 таких пилок обойдется за какие-нибудь 350 евро то есть вот эта стоимость моего маникюра пилка вам понадобится с одной стороны мелкозерновая у меня не было к сожалению новый я же минималист и только одну себе покупаю что мне захламлять и с другой стороны она слегка крупнее вот слегка крупнее вам понадобится для спила уже слоя лака который вы будете потом гель-лака который вы будете потом обновлять а мелкая мелкозерновая часть вам понадобится для того шага который я очень часто пропускала у меня лак не держался это так называемый первичный опил у меня есть также бафы я как-нибудь их вам покажу но я уже показывал они попадали в видео про расслабление там тоже кто-то за 1 евро тебе продаются на амазоне не знаю там 25 штук ты не знаешь потом всю жизнь куда их деть бафы это такие губки с очень-очень мелкозерновым нанесением но они практически ничего не опиливают они нужны не за там для обработки кутикулы например для краешка вот здесь вот когда затвердевает кожа не нужны они вам эти бафы вам понадобится вот такая пилка с одной стороны крупное зерно достаточно крупная с другой стороны мелкая мелким зерном также можно кстати проходиться по краешку кожи то есть не ногти а кожа когда загрубевает я ничем не обрабатываю кутикулу тоже много раз об этом рассказывала потому что это совет моего ну не моего профессионального маникюр профессиональный маникюрщицы которая дала мне еще в москве совет на миллион сказал хочет чтобы тебя была красивая кутикула и красивые уголки кстати уголки на вот здесь вот около края ногти не позволяя никому никогда их тебе обрезать втирай оливковое масло по необходимости на ночь и будет тебе счастье действительно кутикула у меня не нарастает всегда аккуратная но иногда можно ее отодвинуть не знаю у меня нет даже этой палочки знаменитой из какого дерева из апельсинового дерева зубочистку взяла отодвинула любой палочкой можно отодвинуть обратной стороной ложки железной тоже можно отодвинуть кутику если ложка имеет нерезную ручку все приступаем к нанесению сейчас вам покажу все будет очень быстро очень красиво поэтому задумайтесь возможно и вам нужно потратиться не знаю потратить 30 евро на ван ст и берите ван ст и плаки они очень хорошие держатся долго легко наносятся на лампу на пилку и все у вас будут всегда действительно красивые руки я не хожу на маникюр конечно же потому что я очень люблю сэкономить свои денежки но прежде всего я очень люблю сэкономить свое собственное время когда ты делаешь все дома за просмотром не знаю своего любимого youtube-блогера которую недавно получил 200 тысяч подписчиков то можно сделать себе классный маникюр пойдемте я покажу как я его буду делать ну что ж в это сложно поверить но на моих ногтях уже был легкий опил сейчас я покажу вам как я его делаю и да легкий опил это тот шаг который я пропускала но он очень важен если вы не хотите что чтобы ваш гель-лак шелак как угодно его можно назвать с применением базы без применения базы не отваливался на второй день необходимо все-таки ногти опилить можно потом стружку убрать при помощи ацетона я же этого не делаю я просто ее стряхиваю потому что повторюсь ногти уже были у меня опилены я просто показала как я это делаю от того что я использую красный лак самый обычный ногти моих желтеют я не использую базу под лак просто наношу самый обычный лак и от него очень сильно потом расслабиваются ногти примерно полгода наверное даже больше как я перестала делать вот такой гель-лак который сейчас вам показываю наношу и я несколько потеряла потеряла навык и не сразу у меня стало получаться но имейте ввиду что всему можно научиться единственный небольшой лайфхак сейчас я его вам покажу когда вы наносите гель-лак но это правило распространяется также на самый обычный лак чтобы полосами не получался у вас гель-лак вы должны понимать что вы должны держать кисточку максимально параллельно ногтевой пластине и еще один трюк который вы не должны забывать сделать когда вы обмакиваете кисточку обязательно убирайте с одной стороны кисточки излишек продукта повторюсь неважно какой это продукт гель-лак шелак либо самый обычный классический лак то есть у вас одна часть кисточки будет черная как в моем случае она может быть белая ты совершенно без продукта на ногтевой пластине вы работаете кисточкой точнее той ее стороной где продукт остался и вот отсутствие продукта лишнего в виде капли на одной стороне кисти действительно поможет вам очень красиво распределить очень быстро профессионально профессионально ваш продукт в моем случае это гель-лак ван степ все засвечиваю необходимо засвечивать в моем случае 45 секунд но это бывает разное время иногда это могут быть 30 секунд вообще все зависит также от лампы не только от самого продукта вы можете вы можете нанести непосредственно на все пять пальцев но я не рекомендую так сделать если вы не профессионал на палец наносите на один ноготь наносите отправляете палец в лампу под лампу точнее и продолжаете вам так будет что называется удобнее сподручнее потому что в принципе гель-лака он не как лак он не сохнет но тем не менее вы можете спачкать одежду можете задеть во все но придется переделывать гораздо проще удобнее один ноготь обработать и сразу его что называется засветить пожалуйста не наносите много продукта если вы поняли что вы нанесли много продукта как это можно понять у вас начнется пузыриться гель-лак у обмакните кисточку точнее уберите весь излишек и уберите с ногтя излишек продукта гель-лак хорош тем что он практически не полосит по крайней мере красный цвет который у меня в следующем видео я покажу как я буду делать бежевый маникюр с ним все несколько сложнее также и в носке бежевый гель-лак нюдовый гель-лак он определенный момент может начать трескаться но что называется еще не отваливаться с ногтевой пластины и туда попадает загрязнение и некрасиво смотрится а вот с красными лаками с темными лаками с любыми темными цветами гель-лаками этого не происходит потому что скажем так грязь которая микро грязь которая забивается в эти микротрещины она совершенно незаметно ну что ж мои прекрасные зрители оцените мой гламурный лук мне кажется больше ничего не нужно правда черная водолазочка красные губы красный маникюр всегда блестяще всегда красивый сейчас я кстати еще нанесу небольшое количество на ватный диск самого обычного растительного масла это может быть любое растительное масло сделаю трюк который часто делают в салонах потому что тогда маникюр кажется вообще очень очень красивым масло сходит и в общем то все как обычно бывает на следующий день после всех этих обрезаний неумелых потому что не каждый же мастер умелый ни в коем случае не хочу диск диск редитировать мастеров маникюра которые меня смотрят но тем не менее у меня вот такое было через пару дней твои руки еще хуже чем до маникюра когда все более-менее заросло и заживо ну в общем то небольшое количество масла и буду я сверкать искриться у себя дома мы четыре дня в карантине еще один день осталось посидеть но возможно завтра разрешат поехать в супермаркет и я конечно же туда съезжу желаю всем находиться на своей фэшн волне чувствовать себя классно супер также выглядеть не тратить не много денег не много времени на свою красоту это была яна скворцова очень скоро увидимся когда пыль пролетела тут